Я эту команду смотрю, и только в этом году, я не знаю, лет 10 и играю, и смотрю, и мне нравится, как она играет, эта команда. Это Барселона, очень много игроков вместе играет там, основные, много лет, а это для игроков очень важно, они понимают там. И одна из топовых команд, и знает, как выигрывать, это самое главное, и тяжелый матч знает, как выигрывать. И нам, чтобы сыграть, и выиграть, и сыграть хорошо, надо делать то, что мы, как мы на тренировках играем, как перед игрой решаем какие-то вопросы. Бывает иногда мы выходим, решаем, будем играть так, 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 а выходим, половина игроков так, играет половина так. С этой командой нельзя так играть. Мы максимально все хорошо должны играть, и защите, и нападение, и потому что, ну, такие команды, как я говорю, они умеют выигрывать, и очень тяжело играть. Ну, когда команда проигрывает, наверное, есть какой-то, каждая победа дает уверенность, проигрышка команды идет немножко в яму. Команде нужны победы, или одна победа, и потом, шаг за шагом, идет команда наверх. Я думаю, что команда играет немножко индивидуально, игроки, и мы говорили между собой, тренера, игроки, что у нас одна цель. И в украинской лиге, и в евролиге, что пройти дальше, и так далее. И мы должны, это, каждый хочет забивать очки, я тоже хочу, поверьте, все, я в каждой игре хочу и очки там, и подборы, и все-все. Но это должно идти наравне с, как, с командными результатами. А вот это самое главное, как найти баланс между своей статистикой и играми, ну, играми команды. Это самое главное, что вот мы должны, как бы, работать вместе все, и много примеров есть, когда хорошие команды, хорошие игроки, звезды, они как-то не находят общего языка, и ничего не получается. Мы не хотим такой команды, как бы, да. Ну, очередной раз играем против одной из, можно так сказать, топ-команд Европы. По-моему, Барселона одна из самых скоростных команд Европы. Одновременно не могу сказать, что они могут удивить, они, как я сегодня утром, перед тренировкой, когда были у нас, и говорил, эта команда, по-моему, играет, как для американцев говорят, на тренинг экстра. Ничего лишнего не делают на поле, они играют. Быстрый баскетбол, играют в ситуации, соперник медленно возвратился назад, наказывает. Соперник, чтобы он сделал как надо, наказывает. Да, и это может быть и на пятой секунде нападения, на седьмой секунде, и на двадцать третьей секунде. То, что они играют на опыте, и все понимают, исканавливают друг друга, и что надо, в какой ситуации делать. Если мы будем условно делать то, что не надо, это значит медленно возвращаться назад, где-то не поднимем руку, где-то сделаем шаг назад, вместо того, чтобы делать пирог, пирог в сторону, нас моментально накажет. Эта команда играет, исходя из ситуации, играет на опыте, используя ошибки соперника. И, конечно, у них есть Джокер Навару, который, когда ударит, он забивает разными видами, и из-под кольца даже иногда, средние броски, само собой трехочковые, конечно, отличный провокатор. Да, это половина команды, в каждой игре он поймает кого-нибудь из защитников. На трехочковом броске, где я не рада был бы спалить, он поймает, найдет этот пол. Просто это в одном слове, если мы хотим быть удачной, в завтрашней игре, мы хотим хорошо играть, мы должны быть терпеливыми. Я тоже играл и как тренер, и как игрок против Барселона довольно много. Эта команда, когда я когда-нибудь сказал правильно, они всегда были в числе фаворитов, иногда это не получалось. Потому что много звезд, вот я в последние годы, когда они стабилизировали состав, следующая команда осталась, поменяется, только каждый год, только парочка игроков, плюс молодое поколение. Это в одном слове Барселон. Это есть та игра, которую я сейчас сказал, этим словом терпения, когда можешь такую игру выиграть одну из, не знаю, даже, может быть, хотел сказать, из тысяч, да. Нантер ни разу не был впереди, до последнего броска. Безнадежной ситуацией, ну, надо сейчас совпать, чтобы лучшие снайперы промазали там по три, по четыре штрафные подряд. Что просто явно последняя четверть Барселона стала уже безвыходной ситуацией Нантера, но что терпение, желание, можно добиться иногда намного больше, чем, как мы говорим, с талантами, с мастерствами. Да, Нантер использовал это свой шанс, им даже не был шанс-полушанс, и они его использовали. Таких команд, как бегущие команды, да, им только разбежаться, да, им только найти свободные трехочковые броски, у них половина команды игроков выполняет больше трехочковых бросков, чем двухочковых. Да, это уже сила, и хорошо выполняет. Да, это тоже уже, надо закрыть это их оружие. И еще раз говорю, для нас самое главное теперь, для меня каждая игра решающая. Я себя всегда уже вложил в такую информацию, и последний, особенно как вот как тренер, что каждая игра решающая, каждая игра, вот когда Анис тоже сказал, дает подъем, дает хорошие позитивные эмоции, да, и мы не можем, вот, хотелось бы называть иногда, чтобы вот украинская лига у нас не решающая какая-то там игра, мы подготовимся. Ну, как мы знаем, я уже говорил, третий год в Украине работаю, я говорю, что в украинской лиге нету проходных игр, у меня такие сильные, и каждая игра решающая. Сейчас сегодня Барселона, что потом не решающая, Фенет Батчи, ССК, что ты не решающая, каждая игра решающая. У Артура, оказывается, есть травма, сначала думали, что только это усталость, вот где-то с французами играл 39 минут, у него есть травма, мы его потеряли на неопределенные сроки. А, наверное, научишься, было идея выпускать эту игру, поскольку он, 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 он хочет играть эти две игры неделю, да, но, сожжение, тоже ситуация есть такая, что у нас, ну, надо было дать Данису поиграть, заиграться, поиграть, ну, и получилось так, как получилось. А Артуру мы потеряли неопределенные сроки, и для себя я могу сказать, что мы потеряли, скажем так, определенный уровень, стабильность игрока, который, еще плюс, капитан бесценен для нашей команды, и еще, как вы знаете, это бесценен для нас, украинские люди, как украинские игроки, да, это все месяц, да, да, такая, скажем так, не самая лучшая ситуация для нас в этом мире. Кто будет, капитан, вот, заменить его, выведет, да, как вы хотели, да, кто вам нравится, мне нравится, в прошлом году было так, что установлен заместитель Булгарбенко, ну, будет Булгарбенко, будет ему помогать Данису, надо просто, чтобы, я давил игрокам такой хороший пример, у нас в Латвии есть такой, уже, можно сказать, легендарный, как есть Ози Волныч, хороший друг мой, я всегда приглашаю его там, чтобы в сборной, когда общался с ребятами, и он так простыми, простыми словами, простым матом просто объяснил, кто такой есть капитан, кто есть душа раздевалки, да, и сразу все стало ясно, да, там не надо красивые кричи, просто надо вовремя сказать, может быть, жесткое слово, грубое слово, но так, чтобы поняли, тогда, когда надо, ну, и хотелось, чтобы у нас тоже был какой-то грубый, и я на раздевалке, который это делал. Данис уже занавал, у вас вырос в команде? Ну, Данис еще там освоится, он профессионал от и до, и он, мы частично поменяли нападение, защита не меняется, условно, если ты, мы стараемся говорить, что, конечно, баскетбол начинается 1-1 защитой, это надо Данису, да, я хочу, чтобы Данис был тоже одним из боссов, только в прошлом году они с Атуром были, и хозяева раздевалки, и Данис, ему есть самоуважение к себе, он не разрешит просто так обыграть себя, один на один, не то, что надо не хватать, это есть те вещи, один на один защита, там просто на опыте сыграть несколько раз, это и есть Данис, он, я бы хотел сказать, возвратился домой. Видите, это сейчас глупо есть, что-то там, конечно, я для себя со временем анализ делал, и ситуации, почему есть такая ситуация, ничего не происходит просто так, и условно, мы готовились одной командой, все предсезон, игроки уже частично тренировали, приехали, нам очень попозже приехали, вот Дарюш, Артур, Янис, сейчас Данис, это уже все меняется, да, и может быть опять эти американцы где-то сдрогнули, где-то не понимают, но это не конечное оправдание никакого тому, как играем в защите, когда я не сказал, если есть неудачные игры, то, ну, каждому надо начинать себя, и не может быть такой очень позитивной атмосферы, в любом случае, то, что мне нравятся, игроки, как-никак перед игрой, в тренировках, у нас есть очень хорошая рабочая атмосфера, есть агрессивность, есть определенная, когда есть шутка, когда игрокам трудно, они друг другу подбадривают, там с иронией, там что-то пошутят, но вот как-то мы только до конца еще не умеем эту свою злость, агрессивность перенести из зала, тренировочного зала на игровой зала. Хотелось, чтобы наши слова, что мы все говорим друг к другу, при всех, совпадали с нашей работой. Ну, как это, как Саммерс, после одной игры из украинской лиги, если не ошибаюсь, против Львова, после Львова он сказал, что мы должны начинать все с себя. Ну, я всегда, я так и делаю, стараюсь сделать, но все начинается. Каждое всегда, что мы сделаем, чтобы наши слова совпадали с другом. Перед ночью с партизаном вы использовали некоторые приемы психологической мотивации, это и плакаты мотивационные, это просто попросили, как успокоиться, вспомнить о чем-то хорошем. Сейчас вы что-то подобное использовали? Это тоже из, если так можно выразиться, из области психологии, если очень часто начинаешь это, это уже через чур. Ну, есть какие-то определенные периоды. Это ничего, по-моему, не надо делать в жизни искусственной, показухой заниматься. Есть надо делать, когда надо, но если, просто я хочу достучаться до каждого взрослого человека, хоть чуть-чуть его задеть, чтобы он, ну, как-то чувствовал какую-то ответственность за то, что делает. А не так, что вышел, ну, играл. Ну, получилось. Ой, не получилось. Ну, ничего, скоро получится. А у нас плохо. Да, чтобы за каждый свой эпизод, за каждое свое действие, везде человек чувствовал, игрок чувствовал ответственность. Это больше ничего мне не надо. И эти такие, это не эксперименты. Я там, да, он сам, когда играл, делал. И я знаю, что это помогает, но если через чур, то это уже, тоже уже как-как. Сейчас вся Украина живет матчем Украина-Франция. Я тоже. Вы тоже? Частически после Барселоны, я подумаю об этом. Ну, вот, собственно, вопрос. Кат в Украине, показать хороший результат в России. Я не прошу вас там называть, не знаю, тактику, но... Поверьте, я, в меня подослышки, знаю, футбол, хоккей, грандбол, это все командные игры. И всех них есть одно общее. Может быть, даже не командных игр. На поле выходит агрессивный, голодный, злой игрок, который хочет показать, быть агрессивным. Потом эти, вот, как я говорил, только что эти умные, как я говорю, практические вещи, да. Во-первых, выходит игрок, который достоин в их сборной, который хочет показать свой лучший футбол или наш лучший баскетбол и биться за свою страну, которому не все равно, какой будет результат. А потом уже будет все равно. Если это будет, это уже полпобеды. 100% в любом случае. Полпобеды. Я желаю, я уверен, что у сборной Украины это будет. Доходят бавля. Продолжение следует...